Редактор субтитров А.Семкин Да, действительно, это программа Академия здоровья, и часто вот здоровье – это такая штука, которую мы, может быть, часто не ценим и понимаем, что это самое главное в нашей жизни, когда уже это или теряем, или вот близки к этому. Тем не менее, вот о том, как сохранить здоровье, мы, кстати, эту программу проводим сейчас вот в условиях чрезвычайной ситуации, и многие люди опять как бы и напуганы, и расстроены, и не понимают, что делать. Вот рекомендации, как можно поберечь свое здоровье и в том числе бороться с коронавирусной инфекцией, обо всем об этом расспросим нашего эксперта по качеству питьевой воды СИА-Акватор. Евгений Данко у нас на прямой связи. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Ну, так сказать, прослушал я сейчас блок латвийских новостей. Вещаю я из Москвы, так сказать. Это район Сокол, Москва. Кстати, дом, где жил и творил академик Курчатов. Помните такую фамилию? Конечно. Он тот отец, можно сказать, многих научных достижений. Так вот, у нас, слава богу, чрезвычайной ситуации и положения нету, все нормально, светит солнце, люди ходят в магазины. В аптеки в том числе заходят, аптек у нас много. Я у себя на улице насчитал где-то штук три на два квартала, примерно с такой частотой. Ну, в Латвии, мне кажется, аптек поменьше. Просто, ну, места меньше. Стресс. Стресс убивает. Честно скажу, по-человечески, без всяких лозунгов. Если бы мне вот каждые 15-30 минут такие новости заливали в голову, я бы покрылся коростой и медленно свернулся калачиком, и сам бы закопал себя в землю до лучших времен. Знаете, вчера на радиостанции Вести ФМ писали эфир. Возможно, вы знаете моего соведущего здесь в России, Александра Хабургаев, известный биолог, что-то вроде Дроздова. Вот как Дроздов в мире телевидения, так это Хабургаев, Александр в мире радио. Не торгаш, не продавец, не коммерческий ведущий, настоящий человек. Вот примерно, как, я думаю, любой настоящий журналист в том числе. Мне понравилась фраза, которую он отблагодарил меня фактически в эфире. Звонил неделю назад, говорит, Женя, страшная ситуация, я не узнал даже его голос. Говорит, температура 38, горло обложено, ничего не могу говорить. Ну, ПЦР сдали не корону, но какой-то страшный вирус, что делать? Я говорю, ну, что делать, что делать? Я постоянно говорю на каждой программе, что можно делать, если у вас респираторные, да, легочные проблемы. Не обязательно коронавирус, в конце концов, ведь существует, кроме него, куча всякой жести, которой мы болеем с осени по весну, которой я, как и вы, болел раньше, пока мне в голову не пришло взять на вооружение то, чем пользуется современная медицина. Ну, по крайней мере, последние 30 лет. Он в прямом эфире сказал, говорит, так, вы знаете, по закону о рекламе я не могу сказать, да, но огромное вам человеческое спасибо, вы мне реально помогли. Фактически за сутки человек встал на ноги, говорит, от этой страшной температуры и выворачивающего наизнанку вируса осталось только легкое, говорит, такое послевкусие в виде соплей в носу. А вот как, да, вот как? Того, что было когда-то написано академиками, учеными, которые разрабатывали системы питания. Вот мой, ну, взгляд субъективный, возможно, но взгляд профессионала, на секундочку, да, то есть более 20 лет отданные латвийской отрасли общепита от Бестро до МЦ-квадрата позволяют мне сказать, вы не только то, что вы едите, вы то, что вы пьете. Ключевой момент, вчера читали в эфире одну памятку по головным болям, ну, более 40% людей так или иначе страдают головными болями, было написано много. И про физиотерапию, и про массаж, и делать то, и делать это, и какие лекарства пить. Но почему-то, как говорят, знаете, слона-то я и не приметил, ничего не сказано о том, что человек, состоя из воды, в воду должен пить ежедневно, ну, так же, как забыть в машину налить масло. Ну, это же априори разумеется, зачем об этом говорить? Ну, человек, прочитав инструкцию, понимает, что ему делать, ну, здесь ничего не сказано про воду, а давайте я буду пить морс, да, квас, отвар. Он кисленький, вот сладенький, а вода невкусная. И поехало, и пошло, человек забывает про альфу и омегу собственного здоровья. Так вот, если в эту альфу и омегу добавить еще то, чем пользуются врачи, серебро, ну, процентов на 70 можете исключить вообще вирусные заболевания из своего рациона жизни. Вам не придется кушать вирусы. У вас есть защита, ребята, да, вот эти вот гланды, если вам их в детстве не удалили, слава богу, моя мама меня лечила, держалась, как могла. Аденоид, это наша система, ну, как вот на границе, таможня и пограничники. Пока иммигранты пытаются проникнуть через колючую проволоку, пограничники стоят на защите, таможня описывает, как выглядят, какие шипы, какое-что, и, собственно говоря, посылает сигнал в штаб, сюда, который дает команду, какие антитела вырабатывать, да. То есть наша задача вообще помочь организму справиться. То есть те самые серебряные человечки, которые могут быть на территории любого государства, а государство – это вы. Помните, как царь Людовик сказал, один император, да, государство – это я? Мы его просто неправильно поняли. Мы все как государство, у нас есть свои органы, службы, и вот эти, если органы не поражены коррупцией, разъедающей организм изнутри, ну, когда мы пьем кофе с сахаром, да, с утра, чтобы проснуться, мы обезвоживаем организм, засушиваем его, в принципе, то же самое, что делает коррупция в государстве, разлагает его, когда перестает работать одно, второе, теряется связь вообще между отдельными службами, и правая рука не понимает, что делает левая. Так вот, если вы понимаете, если остались остатки сознания, если паника не съела вас до конца сегодня, то включите мозг и послушайте, о чем мы сейчас говорим. Вы можете не болеть. Вы можете не болеть как после прививки, так и не делая ее. Есть шанс, ну, у меня он сработал, серебро процентов на 70-80 гарантирует, что не заболеешь, но остается-то вот эти 10-20-30, да. Да заболел я тем же коронавирусом, три дня на ногах перенес без проблем, поднял концентрацию по рекомендациям медицинским, которые в комплекте идут. Вы что думаете, в советское время при заводе создавали просто так научно-исследовательский отдел, и литовцы до сих пор его держат, эти четыре инженера, врачи, ученые сидят там просто так, получают деньги? Нет, они работают. Работают для того, чтобы вы были здоровы. К сожалению, вот так вот на каждом углу, телевизор включая, мы не увидим в рекламе того, что реально помогает, того, что убирает первопричину заболевания. Вот я сегодня радио у нас здесь в Москве слушал. Ну что, обезболивающее, обезболивающее, обезболивающее. Все, что глушит симптоматику. Ну так давайте послушаем врачей. Докторов с большой буквы, профессуру хотя бы, да, а не узконаправленных специалистов, которые не понимают, что они говорят, и так же боятся, как и все, они просто люди. Так вот, те, кому нечего терять, и те, за кем стоит большой опыт, поживи, так сказать, профессора, действующие, не в маразме, они говорят, не забывайте про основу основ. Пить воду, логистика, как те же самые продукты жизнедеятельности, мертвые клетки, как тот же вирус покинет ваш организм, если кровь становится гуще с каждой минутой, вы делаете все для того, чтобы умереть в мучениях и быстрее. Если вы процесс физически, сами, никакое правительство вас в этом не спасет, ничто не заставит вас пить воду, вас вообще ничего не может заставить. Вы довольно скептические и упертые люди, как баран в новые ворота. Я когда-то тоже уперся и сказал, что вода мне не нужна, зачем, у меня есть чай с вареньем. Только со второй группой инвалидности, знаете, с докторами трудно спорить, и когда до меня достучались, ну просто, не знаю, хорошо, что хоть не насквозь голову пробили, но как-то мысль туда это зашла, доктор один внес, говорит, ты должен пить воду, или ты умрешь. Так вот, или будете пить воду, или умрете, могу сказать вот так. Стресс – средство паники. Когда вы точно знаете, что бояться нечего, все можно победить. Сильный человек, который может противостоять сильным иммунитетам. Что такое серебро? Это ваш вторичный иммунитет. Вторичный, понимаете? Тот, который помогает вам бороться. Вот пока таможня с пограничниками вступает в бой, определяет, что это за вирус, серебро просто его убивает. И у вируса нету резидентности. Оно просто убивает без варианта. Какая разница, какой серый, белый, голубой, зеленый, коричневый, вирус убить его. Сколько надо пить посеребренной воды? Я говорю, дай бог, чтобы осталась еще таможенником работа. Успели бы описать, кто это заходил, чтобы на всякий случай антитела сохранились. Сколько нужно пить? Вы знаете, можно даже, вот как я советую людям делать, дышать. Есть небулайзеры, есть испарители. Та же самая серебряная вода, кислотная. Это аналит, который продается здесь в России сейчас в аптеках. Тот самый советский аналит, они вернулись к этому, поняли, что нет лучше того, что работает на 100% практически. Вот можно сказать, давайте, что мне объективно, на 99,9% работает аналит. По H2,4 вы можете приготовить его сколько хотите. Хоть 100 литров подряд прибор вам сделает, это будет тот самый аналит. Сколько пить? Хотя бы профилактически. В свою питьевую воду, которая и так восстанавливает вас, понимаете? Нет отдышки, нет усталости, нет болезни. Вы профилактически добавляете вот этих серебряных человечков, мягко говоря. Ну, нету ассоциации с зелеными, поймите меня правильно. У вас есть просто оружие, у вас есть армия. Вы суверенное государство. Ваши границы никто не смеет нарушить, никакой вирус. Нету этого. Потому что вы защищены. Можете делать прививку, можете не делать. Дело ваше, я переболел, у меня все в порядке с иммунитетом, зачем мне еще раз эти колодцы? Это мое субъективное мнение, опять же, послушав врачей. Так же и говорят, да? Или переболел, или не переболел, иди, привейся коллективный иммунитет. Здесь я ни с кем не спорю, каждый волен выбирать, что он хочет. Но помощь не просто костыль хромающему, а сделать так, чтобы человек пошел на своих двоих ногах, я оказать могу. Просто рассказать вам, как это работает. Так вот, если вы в питьевую воду 0,1, Олег, добавляете серебра, это занимает еще 12 минут. Все наши приборы и Акватор Мини, Акватор Сильвер, Акватор Вива, они все снабжены вот этим оружием, серебряным электродом. До медицинской чистоты. Такое можно купить только в банке. 4 девятки. 99,99. Ювелирные изделия не годятся. Это смесь металлов, понимаете, да? Здесь должно быть все, как в аптеке, как у профессора, за пазухой, по-настоящему. Так вот, если у вас оружие настоящее, боевое, то вирусы вам не страшны. Вода становится вкуснее, заставлять пить не надо никого. Даже тех людей, которые говорят, да я никогда воду не пил, не пью, и пить не буду, она невкусная. Вот эта концентрация 0,1 миллиграмма на литр, 12 секунд вашего времени, приборы готовят после щелочной, делает воду вкуснее. Процентов на 70, снимая вообще риск, возможность заболеть какими-либо вирусными заболеваниями. Ну, сопли по колено точно у детей пропадают. И у взрослых, и у стариков. Мы все одинаковые, мы все сделаны из воды, крови, плоти, да, мы состоим из этого. Если мы сами включаем логику, прекращаем вот этот момент, когда страх разъедает нас изнутри, мы перестаем логически думать и не понимаем, что нам делать, начинаем метаться от одних шарлатанов к другим. Уникальность есть, да. Уникальность, меня просили рассказать, очень много поступает вопросов, почему акватор, Евгений, вот вы известный технолог, шеф-повар, да, то есть такие места в Риге открывали, почему вы завязались именно вот с этими литовцами? Вы знаете, первый телевизор, который у нас в семье появился, Шелялис, он до сих пор работает, на даче стоит. Я 77-го года рождения. Шелялису лет, ну, поменьше, чем мне, где-то лет в пять, первый раз у нас телевизор-то вообще появился. Ну, понимаете, да? То есть 30 лет он работает. Холодильники с найги, с ними все в порядке. Да, у меня были объективные сомнения. Сейчас век 21-й, ну, в 91-м году вся вот эта жизнедоверие закончилась, начался дикий оголтелый капитализм. Прекрасно видим, что вокруг происходит. Ну, даже по тем же аптекам, где одни более утоляющие продают. Когда я попробовал, проверив, как технолог, оттаскав в много лабораторий, в самых разных, от того, что проверьте, из чего сделан корпус прибора, тогда вот ассортимент был пожиже, там два всего было в продаже, маленький и большой, да? Я убедился точно, что это, а, медицинский пластик, что серебро настоящее, что это, что это, что это, но самое главное, я понял, здесь уникальность в другом. Есть одно уникальное и самое главное, я считаю, свойство, которое отличает от всех. Я не буду рассказывать про негра, торгующего поддельным роликсом в подземном переходе Цюриха, и то, что заводу наплевать на этого негра, и почем он продает свои поддельные часы. Те, кому нужно точное время, точно придут в магазин. Ни один больше прибор не готовит с той точностью, которая должна быть для получения результата. Вот в вашем приборе, Олег, который стоит у вас на радиостанции, вы можете хоть 10, хоть 100, хоть тысячу раз подряд, например, набираете там питьевая, да? Позовите врачей, позовите прессу, снимайте на камеру. Я абсолютно спокойно говорю, что можете так делать. Почему я так сам делал в прямом эфире здесь, в России, на телеканалах, на «Россия-1», он каждый раз готовит одинаково то, что надо, с любой, с разной воды, с разной минерализацией, с разных кранов. У литовцев он, делая анализ, четко понимает, что, сколько, как надо, да? То есть приборы там очень сложные, не плесного типа. Вы всегда получаете то, что вам нужно по медицинской рекомендации. Да, доцент Пятер Шибильскис, когда вы видите рекомендации по применению ионизированной щелочной кислотной воды, это сотрудник нашего завода. Ни с одним другим прибором, ни с часами у негра в подземном переходе, ни с теми, что продаются в интернетах, не работает этот научный труд. Почему? Ни один больше прибор не может вам постоянно делать PH 8,0. То, что для гипертоникам. Вам будут продавать водородную воду, кислородную, еще какую-нибудь. А вам нужна другая. Вам нужна та, где заряд минусовой, минус 120, да, вот как примерно вот 8,0 PH вы получаете. Там, где хлор, сера, фтор, бром ушли в кислотную воду, там, где щелочные элементы, которые мягкая и текучая, растворяя вашу кровь, дает еще возможность восстанавливать мембрану клеток, да. Но это вы недели две пьете 8,0, потом две недели поднимаете. Рекомендация все описана. PH до 8,2. И так постепенно вы забываете в течение месяца-двух о том, что вы вообще гипертоник, гипотоник. Все. Проблемы нет. Кушать лекарства, разжижающие кровь, ну, лично я, субъективно, есть их перестал. В течение полутора лет я слез с такой тяжелой химией, которую не хочу даже перечислять. Ну, могу просто сказать. Тромодол, амепрозол, крион 25 тысяч, без него никак, 4 раза в день. По бочке, сами понимаете, камни. В почках камни, в желчном. Замкнутый круг. Мне есть лекарство, ты не можешь. А почечные колики, это настолько больно, что будь я Штирлицем, я бы все рассказал. Еще в скорой помощи пока в приемной везут, потому что пока систему не поставят, боль не проходит. Понимаете? Даже морфий не снимает ничего. Когда у тебя семья, врачи, поверьте, доступы, ну, в Латвии живем, есть ко всему. А ничего не помогает. Нет ничего. И, в принципе, возникает мысль, ну, может, она застрелится. Раз в три месяца в реанимацию ехать на скорую помощь и через весь город далеко от больницы не селишься. Ну, вот такая жизнь. Нет, даже не жизнь. Хотя все равно жизнь. Надежда не оставляла меня. Ну, и вот я узнал, как и вы когда-то узнаете что-то в первый раз. Я узнал, что есть, да, есть способ. Есть способ не просто поднять человека на ноги и заставить его уйти, суставы не болят. Те же самые солевые отложения. Ну, заработать подагру, густая жирная кровь, в моем случае было много усилий придумывать не надо. Мне не нужно было ждать 70 лет, чтобы узнать, что такое суставные боли. Когда этот кристалл изнутри раздирает твой сустав, ты мне просто болит. Ходить не можешь. Ходить физически не можешь. А тут я обратно снова могу ходить. Почему? Потому что та самая щелочная вода, которая нормализовала мое пищеварение. У меня больше нету изжоги по утрам. Я не тянусь к амепразолу. Проснувшись, открыв глаза, первое, что ты делаешь, нащупаешь вот этот на тумбочке пузырек с амепразолом, чтобы затянуть его быстрее. Потому что заброс рефлюкс вот этой вот кислоты, он сжирает твое горло. Слово нельзя сказать. Доброе утро, любимая. Вначале амепразол. Я его не ем уже сколько лет. Почему? Так у меня все в порядке. Я вкусную воду пью. Понимаете? Вы не просто запиваете изжогу щелочной водой. Вы убираете эту изжогу. Совсем. Даже те, кому была показана операция. У меня друг такой один есть, мотоциклист рижский. Из этих. Вольвес Брозер Ход. Без амепразола я из дома не выезжал. Я ему привез однажды. Инизатор Балтезерс. Говорю, Леш, ты пьешь вот неделю. Или деньги потом. Не надо платить. Вернешь, если оставишь. Все. Проблема решена. Недели хватает, чтобы получить результат по пищеварению. Да, с давлением чуть подольше. Серебром. Как только я дома стал в Риге. Живя вот там в 2013 году. Серебрить свою питьевую воду. У меня дочка тут же начала ходить. Двухлетний ребенок в садик. Знаете, самый лучший маркер это дети. Я вот считаю. Они в рекламу не верят. Они ее вообще не понимают. Никакую рекламу. Хотя, если включать телевизор, смотрят. Он заворожен. Она стала ходить в садик. По схеме 2-3 недели ходим. Ну, день-два, может, дома. До этого было все как у всех. 3 дня в садике. 2 недели дома. Ну, согласитесь, многим знакомая картина. В течение недели мы забыли, что такое сопли. Но по себе могу сказать, скепсис не оставляет достаточно долгое время. Лекарства я с собой таскал. Такая маленькая смущка супруга подарила. Арифлеймовская. Напиханная вот этими травмодолами, абиброзолами, лепантилами, кроверожижителями, жировыводителями. Все. Ну, эхо войны. Наследство бабушки на концлагерь Солоспилске так оторгнулся. Над ней опыты ставили. Что я могу поделать? Я таким родился. С густой жирной кровью. С огромным давлением. Разрывающим твою голову изнутри. Что такое головная боль? Вы знаете, я честно думал, что врачи от меня скрывают, что у меня рак. Ну, мне супруга сказала, мозг не болит, можешь не волноваться, рака у тебя нет. Страшное, густое состояние, когда 210 на 111 в пятом классе. Вот представьте себе, что такое такая жизнь. Я жить начал только после того, как получил доступ вот к этой питьевой, щелочной ионизированной воде. То, что еще в советское время ученые наука доказали, проверили. Цеха строили, заводы строили по всей стране. Для чего? Чтоб мы здоровы были. Ну, повернулось это все вспять. Ушло в дикий капитализм. Ну, так ничто не мешает включить голову, купить хотя бы у японцев. Не нравятся литовцы под боком. Возьмите панасоник. Ну, 2-3 тысячи евро, какая разница. За жизнь не жалко. Гнить в земле, съедаемым червями, либо жить полноценной жизнью. Купить панасоник, и вопрос решен. Он точно так же делает качественную, хорошую воду только за другие деньги. Правда, проточные. Нужно встраивать куда-то, да? Наши приборы отличаются тем, что литовцы подумали, что люди постоянно перемещаются. Их же в клетке закрыть нельзя. Они же незаключенные. Поехал на дачу, поехал в гости, взял с собой прибор. Все, что ему нужно, налить 3 литра воды и вставить в розетку шнур. Через 3 минуты у вас та самая вода, которая восстановит ваше здоровье. Не позволит вам заболеть, но процентов на 70 точно, если серебра добавите. Вкусная, полезная, она готова. Далеко ходить не надо. Вы можете помочь не только себе, людям вокруг, своим родственникам. И не надо бояться общения. У вас всегда есть аналит. Дезинфекция, которая 100%, ну маски свои обработаете. Можете просто в испаритель залить и вот, пожалуйста, помещение безопасное для всех. Встречайтесь, обнимайтесь, в конце концов целуйтесь. Делайте, что хотите. Почему? Потому что вы здоровый человек, вам нечего бояться. Страх проходит. Евгений, у нас уже совсем немножко времени. А вот очень важно узнать, вот как быть уверенным, что действительно приобрести продукцию литовского завода, а не что-то такое вот, ну, поддельное там или... Чтобы не нарваться на негра в подземном переходе в Рижском, да, в Латвийском, где бы вы ни были, запишите телефон. Он бесплатный. 6-222-22-44. 6-222-22-44. Либо сам мобильный телефон прямой магазина. Здесь наши эксперты ответят на все ваши вопросы. 6-222-22-44. Либо мобильный телефон. Запишите на всякий случай, потому что бывает очень большое количество звонков. Ежесекундно поступает. 2-578-00-48. 2-578-00-48. Либо просто запомните этот адрес. ЦЕСУ-15. Я понимаю, что не все могут попасть. Доставка у нас бесконтактная. Мы поможем вам. Даже в режиме чрезвычайной ситуации. Доставку сделаем, она будет для вас бесплатная. Лично в руки. Нашими защищенными курьерами бесконтактная доставка. Оплата бесконтактная картами, наличными, как хотите. Все для вас. Мы вам поможем. Просто наберите этот телефон. 6-222-22-44. Мы также поможем вам. Пойдем навстречу. Сделаем скидку на любой из линейки наших приборов. Откройте сайт. aquator.lv. aquator.lv. Любой прибор, который вы там видите. Viva, Silver, Mini. Скидка 60 евро. Будет для вас сегодня. Просто запишите этот номер. 6-222-22-44. Либо приходите. Улица Цесу-15. Цесу-15. Город Рига. Это торговое представительство литовского завода Бурбу-Люкас. Расположенного в городе Поневежис. Улица Пушалота-Гатва-76. И я всего лишь сотрудник этого завода. Я пищевой технолог ушел работать туда. На этих ребят. Почему? Потому что меня вытащили когда-то просто из могилы, с того света. Я понял, что оставшиеся все годы жизни, сколько суждено, врачи больше двух лет не давали. Вот Андрей Брыкун, Страдани, город Рига. Тот человек, который спас от некротического панкреатита, меня вытащил с того света. Говорит, тебе нечего терять. Год-два максимум ты проживешь. Олег, 2005 год. Сейчас 2021. Я пережил коронавирус. У меня двое детей. Я считаю, вся жизнь впереди. Это смог сделать я, обыкновенный простой человек, вот с этим эхом войны, с такой наследственностью. Господи, да сможете сделать и вы. Жизнь, она счастье. Жизнь без боли, без страданий. Это реальность. Это можете сделать вы. Понимаете? Подарить себе, своим детям, своим родителям не просто шанс на спасение. Не соломинка, за которую хватается утопающий. А настоящую, здоровую, счастливую жизнь. 6-222-2244. Это находится от вас на расстоянии вытянутой руки. Звоните, будьте здоровы и будьте счастливы. Встретимся завтра на этой же волне в 11 часов. Спасибо большое. В Академии Здоровья Евгений Данко. Слушайте радио Болтком.